Привет дорогие друзья! Все в последнее время мне задают один и тот же вопрос, особенно он вчера был актуален. Все, скажем так, переживают и говорят, что начали на блокпостах, и именно это где-то под Одессой почему-то происходит, вручать повестки людям, даже тем людям, которые не служили, правильно ли это, законно и так далее. Что я хочу объяснить вам, дорогие друзья, как юрист, скажем так. Я же юрист все-таки, и поэтому постараюсь с юридической точки зрения объяснить. Это право, это право сотрудников военкомата, право также полиции, это было всегда и до всех вот этих, скажем так, ужасных времен, которые сейчас у нас в Украине происходят, вручать повестки. И это, поверьте, их основное право. Ну, кроме того, они там могут, конечно, составлять какие-то админштрафы, если кто-то куда-то не является. Да, у них есть такое право. Поэтому я считаю, что если даже такое происходит, и вам кто-то там из сотрудников, не знаю, военкомата, может там из каких-то военных, вручает повестку, ну, возьмите и распишитесь. Ничего в этом такого трагического нет. И поверьте, если вы на сегодняшний день в армии не нужны, никто вас туда силком там заставлять, тянуть не будет. И никаких облав, более чем я уверен, не будет происходить в связи с этими событиями. Мною, как Верховным Главнокомандующим Збройных Сил Украины, выдано указ про призов резервистов в особенный период. Я подкреслю, идет исключительно про граждан, зарахованных до оперативного резерва. Можем увеличить готовность украинского войска до всех возможных изменений в оперативной обстановке. Наш президент в своем обращении уже первым сказал, что будут призывать только тех людей, которые имеют опыт боевой, и будут призывать тех людей, которые хотя бы более-менее служили в армии или держали оружие в руках. Поэтому, на самом деле, для того, чтобы вас всех надо одеть, вооружить и так далее, с этим, на самом деле, я так понимаю, на сегодняшний день, к сожалению, есть определенные сложности и проблемы. Поэтому, друзья, если вручают повед, я считаю, надо расписываться. Кроме того, друзья, всем бы я хотел посоветовать на некоторое время, надеюсь, это время будет не такое долгое, где-то все-таки забыть, наверное, о некоторых наших гражданских правах в связи с этой ситуацией, которая на сегодняшний день у нас разыгралась в стране. Потому что во время войны, во время военного времени, естественно, государство имеет право каким-либо образом человека где-то сужать в правах, уменьшать его права, то есть, скажем так, как-то человека ограничивать. И это прямо записано в нашей Конституции Украины. Поэтому все себе это запомните, и не надо на сегодняшний день искать какие-то там прям супер заговоры, сложности и что-то такое, то, чего не бывает. Всем, друзья, пока и мирного неба, конечно, над головой.